Итак, друзья, мы с вами продолжаем писать движки. Для того, чтобы движки не выглядели просто как палочки беленькие, нам нужно их писать в несколько приемов. То, что вы видите сейчас, это мы просто их в один слой просто нарисовали кисточкой. Просто повторили вот то, что есть на изображении, на образце, на который мы смотрим. Что же нужно делать, чтобы их как бы интегрировать в плечное. Они должны не только лежать по форме, но и их нужно немножечко подписать. Что мы делаем дальше? Я в прошлой серии показывала, что у меня на палитре. И показывала тот цвет, которым мы будем с вами листировать. Вот я беру этот цвет, этот колер листировочный, довольно жидкий. Беру кисточку-белочку и начинаю по подсохшим движкам делать листировку. По самым светлым местам. Вот я как бы прохожусь еще разочек. Видите, у меня практически, я не знаю, видно вам, но вот немножко видно листировочку. Она такая очень легкая. И мы прикрываем вот эти движечки. Движечки у нас становятся более мягкими. Они как бы немножечко списываются. И они начинают выглядеть, как действительно блики на коже. Если хотите, вот здесь можно листировочкой высветлить. И дальше продолжаем высветлять. То есть это еле-еле, как бы такая легкая дымка. И мы проходимся по всем движечкам, всему личному. Мы не наливаем луж, то есть это такая очень мягкая лессировочка. Главное не переборщить и растягивать красочку, чтобы вот этот вот не было, в общем, между лессировкой и тем местом, которое мы не трогаем, чтобы не было заметны переходы. Если вдруг переход стал заметен, нужно помыть кисточку и немножечко вот этой кисточкой так растащить красочку. И переход у вас спишется. Тут нужно действовать очень аккуратно, очень так нежненько, мягкой кисточкой. Так. У нас получается на лики такое. Дополнительное освещение. Вот здесь у нас уже подсохло. Что мы делаем дальше? Дальше я беру тонкую кисточку и коллер для поднятия движки. Помните, как мы с вами поднимали опись? И для того, чтобы опись не была жесткой, мы никогда на финишных этапах личного, мы никогда не обводим, ну, например, бровь, да, вот до конца от и до, то есть опись мы не поднимаем. Точно так же, как вот века, да, мы его не обводим от и до, от уголка глаза до уголка не поднимается опись, потому что уголки немножечко нужно оставлять списанными. Для того, чтобы это все легло по форме и, в общем-то, смотрелось интегрированным в лик, то есть туда, внутрь. То же самое мы делаем и с движечками. Я беру коллер, тот же коллер, который мы использовали изначально для написания, вот первого этапа написания движек, который вы можете посмотреть в прошлой серии, в предыдущей серии, да. Я туда добавила немножечко беленького, то есть коллер должен быть чуть посветлее. Вот он у меня на кисточке. Что мы делаем? Мы опять работаем с движками, но мы, мы их поднимаем, вот этот свет, но мы его не поднимаем полностью по движке. Мы его сокращаем, то есть нам где-то нужно его поднять, но на половину движки. Дальше половины мы не лезем. Вот я беру движечку и поднимаю. Только как бы начало движки. Вот так. Кончик у меня получается у движки списанный. Мало того, что вот она, движка лежит у меня по форме или клика. Да, кончик получается списанный и только начало движки я поднимаю. Вот смотрите, здесь движка вот такая, ну, длинная, да. Я беру коллер и я поднимаю только центра движки. Потому что здесь начало и конец движки над бровью, они должны быть списаны. И здесь, тут коротенькая движка, я просто ставлю буквально точечку. То же самое делаю я здесь, смотрите. Чуть-чуть поднимаю там, где слезник. И начало движечек, которые у меня уже чуть списаны, я поднимаю до кончика, я не довожу. Все то же самое я делаю на всех остальных местах клика. То есть, если это длинная движка, которая имеет, ну, вот над бровью, вдоль носа, значит, мы серединку движки высветляем. Если это движка, которая имеет такое свое начало, вот, которое от глазика идет, вот здесь, да, то у нее есть начало, но хвостик мы оставляем списанным. То есть, в некоторых местах буквально это точечки. Или, например, смотрите, если несколько движек подряд, я могу, например, высветить первую движку, вторую я не трогаю. То же самое здесь, да, на подбородке, вот тут у меня раз, два, три, три движечки. Я первую делаю подлиннее, вторую это просто точечка, а третью я вообще не трогаю. То же самое на шейке у меня здесь раз, два, три, четыре движки. Там, где у меня самый активный свет, как бы начало света движечка, серединку высветляю, вторую еще меньше высветляю прям чуть-чуть. И две последние я их не трогаю. И по такому принципу я работаю по всему личному. И ручки, и вот все-все-все остальное. И будет ощущение, что вот эти движки действительно они светятся. А я с вами прощаюсь. Творческих всех успехов, всего доброго, до свидания.